Продолжим тему удаления метаданных. Не так давно мы говорили об удалении метаданных из документов, сегодня поговорим о фото, видео и аудио. В принципе, с удалением метаданных в фото справятся все графические редакторы, в которых вы привыкли работать. В качестве примера возьмем бесплатный GIMP. Взять его можно на сайте разработчика. Для работы с метаданными зайдите в меню «Изображение», «Метаданные», пункты «Просмотреть метаданные» и «Изменить метаданные». Все, что мы видим в окошке, это метаданные. Просто они вот так сгруппированы, и в каждой вкладке своя информация. От того, на какую камеру был сделан снимок, до географического положения и графических параметров кадра. Теперь можно удалить. Можно удалить и специальными программами, например, ExitCleaner. Скачиваем, устанавливаем. Открываем изображение. Программа сама нам говорит, что удалит все записи метаданных. Все, готово. Жмем «Завершить». Вот так просто. Теперь к аудио. Здесь также можно воспользоваться встроенной опцией Windows, о которой мы рассказывали в предыдущем видео. А можно с помощью удобной бесплатной программы Audacity. Устанавливаем, заходим в меню «Правка», выбираем «Метадата». Теперь можно удалить и сохранить файл. Там же настройки метаданных можно найти в опенсорсной независимой версии, так называемой форке Audacity Tenacity. Есть программы, специально предназначенные для редактирования тегов метаданных в аудиофайлах, например, AudioRanger. Утилита, опять же, бесплатная и работает вот так. Добавляем файл и в левой части экрана видим все прописанные метаданные. Стираем их. И да, не забываем, есть еще вкладка не только базовых тегов. Там тоже может быть что-нибудь интересное. Все, остается только сохранить файл. Ну и напоследок, видео. Редактировать медиаданные могут все видеоредакторы и даже некоторые плееры, например, VLC. Открываем файл в плеере, выбираем «Инструменты», «Информация о медиафайле». И вот здесь вы можете править и удалить метаданные, не забывая только сохранить то, что вы сделали. И самое важное. Когда вы пользуетесь инструментами для удаления метаданных, вы фактически доверяете программе или сервису свои важные файлы. Отнеситесь к этому внимательнее, прислушивайтесь к мнению экспертов по безопасности. Подробнее прочитать все, что описано в двух видео, а также узнать, как удалить метаданные из почтовых сообщений и мессенджеров, можно в статье на сайте Теплицы. Ссылку оставлю в описании. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова